В октябре родители грозят сорвать учебный процесс, если чиновники не решат наболевший вопрос. Дело в том, что ученики одной из самых старых школ города с риском для здоровья добираются в столовую и спортзал. Им приходится по морозу идти в другое здание. Динара Уркумбаева также наблюдала, как нелегко даются школьникам перекусы и занятия спортом. У родителей учащихся младших классов одной из школ нервы на пределе. Сегодня они даже решились на скандал прямо во дворе. Жалуются их дети, вынуждены по морозу ходить в столовую. Она находится в 50 метрах от основного здания, при этом на обед дается всего 20 минут. И зачем нам такое бесплатное питание, если дети каждый раз после такой пробежки болеют? Лучше самим брать перекусы, чем на лекарства тратить деньги. Они же потные, выбегают на холод и естественно потом болеют. Нам нужен письменный ответ в течение месяца, когда этот вопрос решится. Иначе детей не отправим в школу. А старшеклассникам наоборот приходится бежать в здание, где учатся малыши. В этом корпусе находится спортзал. Дети после физкультуры полураздетые прямо в туфлях и кроссовках возвращаются на основные уроки. Заболеть после такой пробежки вполне реально, говорят родители. Физкультура, надо оттуда войти сюда. Потеют, потом начинают болеть. Ну что это такое? Неужели эту школу до ума нельзя довести? Оказывается, это одна из самых старых школ в Ахтубе. Основному зданию 88 лет. Второй корпус построили спустя 24 года. Расстояние между ними больше 50 метров. Для учеников младших классов это не маленькая дистанция, тем более в холодное время года, уверены родители. В этом корпусе обучаются младшеклассники. Это около 400 детей. Здание довольно старое. Было построено еще в 1936 году. Но недавно здесь провели капитальный ремонт. Поэтому на первый взгляд оно выглядит не так удручающе. Впрочем, родители и не просят новую школу. Понимают, что в ближайшее время это не осуществится. Но требуют построить переход, по которому дети будут безопасно добираться до столовой и спортзала. Чиновники обещают выполнить задачу. В начале 2024 года городским отделом образования были сданы документы. То есть отраслевое заключение было дано для объединения двух зданий. Именно 33-й школы. Сейчас областное управление образования приняли данный документ. Дальше они уже его будут выносить на сессию маслехаты. А дальше уже депутаты должны одобрить проект. Если это произойдет, надо будет еще ждать финансирования. Поэтому, когда именно дети начнут добираться до столовой и спортзала по теплому коридору, главный педагог города ответить затрудняется. Родители же согласились подождать, но с условием, что проект не станут откладывать в долгий ящик. Динара Уркубаева, Даньяр Матгулов, КТК, Актубе.